Музыка Приветствую вас дорогие подписчики и зрители моего канала, меня зовут Валда и сегодня на нашем канале мы начнем прохождение свежевышей новинки, которая вышла буквально вот только 10 минут назад, это игра Ведьмак 3, проходить мы будем как вы видите на PlayStation 4, прохождение естественно полностью слепое, за спойлеры, то есть рассказ о том, что будет дальше по сероте последовать незамедлительный бан, и это реально самый-самый первый запуск игры, ну что же, начинаем. О да, два с лишним года ожидания, и вот наконец-то игра вышла в свет. Вечер-то зарегистрированный продукт CD Projekt Red, бла-бла-бла, так, Nvidia PhysX, технологии показаны, которые используются, движки и прочее, ну и собственно вот оно. CD Projekt Red представляет. Видимак Дикая Охота. Настройки отмен интерфейс, сдвигаете, да, тут все окей, хорошо, так, яркость тоже замечательно. Прогресс в игре сохранится автоматически, не уключайте систему PlayStation 4, пока с экрана не исчезнет этот значок. Так, о кишке. Вот вы, собрались передо мной. Боитесь, дрожите, детей к груди прижимайте. По нашим землям прошел император МГР. Осадил каждую крепостицу, отсюда, до синих гор. Рвет и кусает нас, как бешеный пес. Люди с севера! Вы стоите у обрыва. Короли предали вас, и вы обратились к богам. Но вы не молите. Не падайте на колени, посыпая голову пеплом. Нет, вы скулите. Почему боги оставили нас? Пора вернуться на путь, с которого мы давно сошли. И было время, когда наш мир соприкоснулся с другим. Ученые зовут это сопряжением сфер. Волей богов силы зла проникли в наше обиталище. И в этой катастрофе родилась нечестивая сущность, что зовется магией. Но мы не запретили ее. Нет, мы изучали ее ради власти и могущества. А что же чудище у наших дверей? Подлые останки сопряжения. Троли, трупоеды, волкалаки. Воздели мы меч против них. Или возложили эту ношу на других? На тех, кто зовется ведьмаками. На заблудших детей, обученных волшбе, чьи дела извращены богопротивными ритуалами. И они борются с чудовищами, хотя не отличают добра и зла. Искра человечности давно уже угасла в них. Да. С годами их все меньше. Но и поныне они бывают в наших краях, за деньги выполняя свою кровавую работу. Позоря нас самим своим существованием. Истерзанный войной север, обливаются кровью. Битвы. Есть удары бичей божих, что очистят грехи наши. Вспомните об ужасах, дерзающих наш мир извне. Дикая охота скачет по небесам каждая полнолуния. Темные эти всадники, вестники второго сопряжения, уводят наших детей в неведомые земли. Но можем ли мы обратиться вспять к свету? Хватит ли у нас сил изгнать чародеев и объединиться вокруг тепла вечного огня? Ночь, час меча и топора. В этой войне никто не поможет нам. Ночь, час безумия, час презрения. Ну что же, впечатляет. По-моему, просто великолепный вступительный ролик, который, собственно, нам рассказал кое-что об истории Ведьмака, да, об истории вообще этой игры, собственно. Это заключительная третья часть трилогии саги о Ведьмаке или Геральте из Ривии. Вот такие трилогии. Давайте сразу проверим, что у нас тут с настройками, собственно. Что вообще интересного есть тут. Вот, покопаемся, поглядим, локализация. Ну, естественно, оставим пока субтитры. Язык русский или польский. Здорово, озвучивание. Русское, английское, польское. Да, игру сделали поляки. Наши братья-славяне. И озвучка тут должна быть очень хорошая. Ну, по крайней мере, по первому вступительному ролику это уже видно. Ну что же, начнем тогда, а потом где-нибудь там после какого-нибудь очередного вступительного ролика прервемся и посмотрим, как у нас со звуками дела обстоят. Немножко поднастроим их. Потому что первая серия, устраивал. А пока давайте начнем новую игру. Так, только сюжет для тех, кто не хочет отвлекаться на врагов. Сюжет и драки для тех, кто не любит простых решений. Боли и страдания для закаленных боях игроков и насмерть для настоящих безумцев. Но, пожалуй, возьмем средний уровень сложности, это прямая легкие, средние, тяжелые и невозможные. Наверное, так их можно обозвать. Возьмем вот такой сюжет и драки для тех, кто не любит простых решений. Это как раз про нас. Обучение. Но, пускай будет. Почему бы нет, пройдем, собственно. Симуляция решений принятых в «Ямаке-2». Да. Включим ее. Охренеть. 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 КОНЕЦ 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 Ну что же, просто потрясающей красоты вступительный ролик Многие, конечно, из нас уже его видели Это был такой трейлер К игре Ведьмак Но никто не знал, что именно он Будет показан нам еще раз в начале игры Ну и все это было, видимо, лишь просто сном Нашего главного героя Геральта Об игре на самом деле можно очень много говорить Очень долго Каэр Морхен Но я думаю, что лучше Просто немножко помолчать и понаблюдать Потрясающей красоты Ролики вступительные Ой, твою мать Какая неприятная штуковина к нему заползла Слушай, это совсем не смешно Я не хотела тебя веселить Только разбудить Уже полгода Ты обещал Цири, что позанимаешься с ней Иди А то весь мир замучает ее своими гравюрами Ну я пошел Ага, пока Ну как видите, игра легко нам демонстрирует откровенные сцены Притом это далеко не самое откровенное, что будет в игре Судя по скриншотам, различным материалам, обзорам Которые были в интернете выложены до выхода игры Также, собственно, в игре очень много насилия Крови, расширенки и брани Поэтому я рекомендую прохождение смотреть Только тем, кто достиг хотя бы 16 лет А лучше 18 Потому что все-таки игра реально не для детей Игра рассчитана на взрослую аудиторию И сами CD Projekt Red, то есть разработчики игры Это нисколько не срывают А наоборот говорят, что да, так оно и есть Мы делаем взрослую игру изначально Так что вот такие дела Ну и наконец-таки начинается геймплей Добро пожаловать в игру Ведьмак 3 Дикая охота В ходе обучения вы узнаете о важнейших аспектах игры Каждое сообщение обучения сохраняется в глоссарии Где вы, кроме того, найдете подробную информацию о реалиях мира Ведьмака И особенностях рабомеханики Вы можете отключить обучающие подсказки в разделе настройки Кайр Морхен Найти ключ от спальни, используя Ведьмачье чутье Ох, чувствительность, конечно, какая-то дикая стоит на самом деле То есть поворачиваешь немножко стик И он уже так жестко его поворачивает Ну вот, наконец-то, дали нам посмотреть на нашего героя Давайте разглядим его со всех сторон Полюбуемся, и мы теперь пойдем поговорим с Йеннифер Мини-карты и задачи Мини-карты в правом верхнем углу экрана Показывают ваше текущее местоположение и ближайшие окрестности Под мини-картой находится список задач для задания Которые активны на данный момент Понятно, спасибо большое Буду иметь в виду Так, и тут у нас есть различные варианты диалогов Так, я хочу еще немного побыть с тобой Будем неразумными Ты права, пойду к Цири Давайте, наверное, просто скажем Ты права, пойду к Цири Ты права, пойду лучше к Цири Я искупаюсь, сделаю макияж А ты как раз позанимаешься и вернешься Из всех женщин, которых я знал, только ты красишься перед сексом А ты их так много знал? Не все это равно Каждый я всегда думал только о тебе Какое, да? Выкрутился Отмазался Так, интересно, а еще можно поговорить? У тебя, кажется, были дела Понятно Так, нажмите L2 Чтобы воспользоваться ведьмачьим чутьем Ну давайте посмотрим Осмотрите бросающиеся в глаза предметы Так, вон там что-то Явно есть интересное Давайте посмотрим Чтобы рассмотреть предмет внимательно Подойдите к ним, нажмите X Ну, точнее, крестик Сиренек рыжовный, конечно Геральт, хватит трогать мои флаконы Окей, окей Так Загасить Понятно, прикольно Закрыто, нужен ключ Так вот он ключ Чтобы открыть запертую дверь Подойдите к ней, нажмите крестик Хорошо, сейчас сделаем Только давайте сначала попробуем еще Погасить огонь Как видите, наш герой Обладает некоими магическими способностями Помимо того, что он в принципе Как бы не совсем человек, да Скажем так Он ведьмак Вот И охотник на чудовищ Он еще обладает различными магическими способностями Всего у него несколько знаков Это огонь Собственно Ветер получается, можно так сказать, да Потом умеет ворогов замедлять Колдовывать оппонентов В ходе диалогов Приводить их на свою сторону, да Таким образом И что-то там еще Ну, в общем, по ходу Пьесы будем с вами вместе разбираться На моем канале было Прохождение Ведьмака 2 Но, к сожалению, не полное Потому что Потом у меня игра заглющила дико Потом я пытался как-то починить ее У меня нифига не получалось Я удалял, заодно перестанавливал Различные версии пробовал Пиратский, рецензионный И потом в итоге кончилось и тем, что с вами пропали Так что Кому интересно, можете, конечно, поглядеть То есть на канале прохождения осталось Но оно не полное Например, наполовину пройдено Но, тем не менее Там, впрочем, раскрывается как раз сюжет И история того, что было с Геральтом С нашим главным героем До события 3 части Потому что в этой части происходит событие Непосредственно после Конца второй части Буквально там Спустя некоторое время Скажем так Так, ну ладно Давайте пойдем уже к двери, наконец-то Хотя, на самом деле Подожди-ка Я хочу выйти на балкон И просто полюбоваться Местными красотами Холера Отличный у нас все-таки перевал Блин, вот эта подсказка Теперь на весь экран сгораживает Ну вы только посмотрите на это Боже ж ты мой Вот это, конечно, красота Красота неописуемая И все это Огромный, гигантский, бесшовный Открытый мир По которому можно путешествовать Перемещаться пешком Либо на лошади верхом Карта Ведьмака 3 По-моему, в 3 или в 5 раз больше Чем карта в Skyrim То есть, представьте себе масштабы Она даже немного больше, чем карта GTA 5 Это, на самом деле, просто потрясающе CD Projekt, конечно, большие молодцы Постарались на славу Давайте последний взгляд еще бросим Офигенно Просто офигенная штука захватывает Ну, собственно, ладно Пора отправляться в путь Почему на PlayStation 4 версии, а не PC? Потому что посмотрел сравнение в интернете Да, графики от PlayStation 4 и PC версии И, в принципе, они реально Полностью идентичны С заключением того, что Тут не используются технологии Fireworks от Nvidia Вот и все, впрочем, по-моему Вот, а я не уверен, что мой ПК потянет ее на ультра настройках Поэтому решил лишь поиграть на PlayStation 4 Без всяких лагов, без багов, без сего Так, ну, хорошо Открыл Замок открыт Теперь нам не мешают никакие надписи Теперь можно спокойно вернуться И еще раз пребываться красотами Просто потому, что Отсюда реально не хочется уходить Тут настолько красиво Просто офигеть Дух захватывает реально От таких масштабов А это лишь только маленький клочок Того, что мы с вами увидим Полное прохождение игры Со всеми ее сайт-квестами А их тут реально очень-очень много Они очень разнообразны Все написаны вручную Занимает порядка 200 часов Только вдумайтесь в эту цифру Я, наверное, не буду настолько, конечно, углубляться Но, тем не менее Не буду двигаться только по сиротной линии Буду не торопясь исследовать мир А вообще прохождение будет такое неторопливое На самом деле, с погружением в атмосферу В сюжет, происходящий вокруг нас И, собственно, будем заниматься Как второстепенными заданиями Так и основной сиротной линией Старый ведьмак крепко спит А цель, разумеется, куда-то пропала Ну, разумеется Офигенно Разумеется, она предпочитает теорию и практику Что? Подъем, мастер Такие скучные уроки, что ты сам на них засыпаешь Вот холера Я только прикрыл глаза, пока она делала выписки Из гули и альгури Ты дал ей этот кирпич? Ничего странного, что она заскучала У Иоанна из Бруга не самый легкий язык, это правда Зато пишет он обстоятельно Это тебе не нынешняя глибость Что, опять на маятнике? А я сколько раз ей говорил Не тренируйся одна, только ошибки закрепишь Отведи нашу барышню на нижний двор Если хочет позаниматься, милости просим Так, не слизь на нее Не сердись на нее Как тут не сердиться? Эта сопля все должна сделать по-своему За это ты ее и любишь Ну ладно И я не без греха А значит, мне ее и к порядку призывать Чудовищам нельзя относиться легкомысленно Если Цири хочет стать одной из нас Ей придется это понять Увидимся внизу Нет Понятно, почему ты так сюда рвалась Бей Хм, молодец Поймала-таки меч А у нее еще и глаза завязаны Нифига себе Ты не в цирке Пируэт Нет Ноги Хватит Слезай Сальто? Как иначе Можешь снять повязку Есть еще над чем поработать Рефлексы слабоваты Для ведьмака? Может быть Думаешь, утопец или стрыга Будут тебе поддаваться Потому что ты не прошла Ведьмачьих мутаций? В любом случае На твоем месте Я бы боялся Весемира больше любой стрыги Пренебрегать его заданиями Неразумно Ой, да ну Эта книжка была страшно скучная Я знаю А ты знаешь Что это не повод Ой, прости Я все поняла Больше не повторится Так Ну хорошо, если так Очень надеюсь Весемир сказал Если ты еще раз так сделаешь Он заставит тебя съесть Миску слизней С солью Фу Вот-вот Так что Веди себя хорошо Пойдем Позанимаемся внизу С остальными Мы побежим через стены? Конечно, через стены Ты в школе ведьмаков Или в оранжерее? Конечно, через стены А как иначе? Только если свалишься Так, ну пускай она лезет Собственно, мы-то никуда Не с вами не торопимся Я думаю, что да Мы глядим тут еще раз Окрестности Полюбуемся видом Блин, просто потрясно, конечно Игра вообще Сногсшибательно выглядит Кто там говорил Про даунгрейд графики Про то, что, блин, игра Выглядит хуже, чем в роликах 2013 года На демонстрации Е3 Просто Протрите глаза И посмотрите на это Что вам еще надо, блин? Долбанная игра К тому же Такая игра В которой присутствует Настолько глубокий Продуманный Интересный И потрясающий мир И потрясающий сюжет Просто, в принципе Не нуждается в хорошей графике А хорошая графика Здесь тоже присутствует И она Как бы дополняет И без того Идеальное повествование Так, ну давайте Народот Прервемся Буквально Одну секундочку И посмотрим Что у нас там Со звуками получилось Правильная Ну, как бы Громкость Проверим Может быть настроим Чуть В общем, буквально Вернусь Есть мгновение Ну что ж, друзья Продолжаем Я, честно говоря Даже не стал ничего трогать Послушал записанный кусочек Видео И понял, что вроде как Звуки пока нормальные Посмотрим потом После первой серии Может быть что-то подрегулирую Подкручу Пока Все оставлю как есть Так, так Ускориться Зажать крестик Прыгнуть Нолик Видимо Чутье Зажать Л2 Но это мы уже помним Так, давайте Пробуем ускориться Тогда Побежали Собственно Лестница Подаять лестницу Зармите крестик Чтобы воспользоваться ей Окей Без проблем Надеюсь Наверное Кружочек Да Так и есть Ну что же Якобы Учим девочку На самом деле Учимся сами На основном игры Будьте осторожны Падение с большой высоты Может привести К травмам Или даже смерти Ну еще бы Ай Короче Тут можно прикрутить Так, наверное Ничего не будет Хотя нет Смотрите Немножко Полоса здоровья уменьшилась Чуть у нас Жизни бы убавилась Ладно Бежим Использовать Ну он видимо Ее пропускал вперед Блин Мне просто не хочется Пока что бегать в игре Мне хочется Идти медленно Медленно Знаете Так и на каждом шагу Осматриваться Потому что Блин Настолько Охрененно все выглядит Пока что Что у меня просто Отвисает челюсть Я даже не знаю Как комментировать Происходящее Молодец Так Я так понимаю Что конкретно Вот эти события Пролога Происходят Получается Ну в прошлом То есть это либо Герой Тусницы Либо он вспоминает Ой-ой-ой Ну и лицо Весемира А ты чего ожидала? Хм Ты что-то хочешь сказать Госпожа моя Я ужасненько Виновата Дядюшка Весемир Молодая кровь Требует Дела Я понимаю Но в бою Знания важны Не меньше меча Ты должна Хотя бы Гуля От Альгуля Отвечать По отметинам Якоже у пантеры Тигриной В зерикании Живущей И телом Нездраво Бледной Хм Значит Ты прочла Раздел Но ты все равно Должна была Спросить А не Но ты же спал Дядюшка Весемир Так Что ж ты сразу Не сказала Что сделала Задание Не используй Преимущества При первой возможности Но только тогда Когда это даст Наибольший эффект Так дядюшка Весемир Говорил Ты способная Ученица Не слишком Послушная Зато способна Ладно Хватит болтать Геральт В паре со мной Ламберт С Эскелем Цири С куклой Опять? Не привередничай Берись за меч Так Ну это уже будет Более интересно Фехтование Ну что Повторим основы Или сразу Спарринг Ну основа выбор Давайте все таки Повторим основы Я думаю Что лучше Начать со снов Начнем сначала Даже мастерам Стоит иногда Вспоминать основы А цириновичком То назвать сложно Ну поехали Весемир Сейчас тебе Надеру Твою старую задницу В этом ты можешь Не сомневаться Битва От закованных в панцирь Рицарей До бестелесых Призраков И великанов Сокрушающих все На своем пути Ведьмаки Должны быть готовы Сражаться с чудовищами И людьми всякого рода Для этого Они используют Различное оружие И специальные приемы Основным оружием Ведьмака Являются мечи Стальной Для боя с гуманоидами И животными И серебряные Для убийства чудовищ Кроме того Каждый ведьмак Владеет простой формой Боевой магии Ведьмачьи Знаки Не так сильны Как заклинания чародеев Зато их можно накладывать Очень быстро Простыми движениями Одной руки Что бывает Крайне полезно в бою Также Ведьмаки Знакомы с основами алхимии Они умеют готовить Сильно действующие эликсиры Бомбы И масла для клинка Эти средства Нередко вырежают Исход сражения С более сильными Или быстрыми противниками Так Хорошо Нажмите влево Чтобы нарыть Стальной меч Вправо Чтобы убрать его Выбор цели Нажмите Чтобы выбрать цель Или отменить выбор Нажмите Р3 На выбранную цель Будут направлены Все ваши атаки Выбирать цель В бою не обязательно Но это поможет Средоточиться На определенном противнике Провести быстро атаку На весе мира Нажмите квадрат Хорошо Мощную атаку Ох, хорошо Так, и еще одну, да? Дождитесь атаки Весе мира Так, выберите В какую сторону Хотите уклониться Сортильно нажмите кружочек Допустим влево Хорошо Давай еще раз Попробуем Назад Угу Великолепно Ну и теперь В другую сторону А, подожди Квыркнуться Таким образом Вернуть удар В направлении Нажмите крестик Ох, неплохо Так, выркается Так, сблокируйте удар Л2 Сейчас это сделать невозможно Подожди Ладно Ладно, хорошо Провести контратаку Нажмите Л2 Непосредственно Передатакой противника Понял Не совсем понял Ничего Повторим отечения Давай Весемир Угу Отлично Давай еще разок Открыть меню быстрого доступа Нажмите L1 Так Начнем с Квена Хорошо Вот он Охранный щит Квен С помощью Так Выберите Нажмите Крестик Чтобы ответить Выбор Наложить Выборный знак Нажмите R2 Квен иногда Называют Ведьмачьим щитом И смотри Почему Угу Неплохо Знак Квен Защищает от урона Некоторых критических Эффектов И чтобы Искры летели Так Меню быстрого доступа Теперь убираем Следующий знак Игни Наносит урон огнем Видишь Если бы не Квен Я бы оказался в огне Прикольно А можно еще раз Офигенно вообще Так Теперь знак Арт Телекинетический удар Знак Арт Углушает противника И иногда сбивает Его с ног Отбросить Не нужно И вводим Какси Сучья Кровь Как я его Не люблю Акси Наказывает влияние На разум противника От Акси Все в голове Путается Знак Акси Потрает временно Дезориентировать противника Теперь Ирден Помнишь его Так Ну и последний знак Получается Ирден Магическая ловушка Ай Подожди Я не был готов Видишь Цири Так я и шевельнуться Не смогу Замедление Наложите знак Ирден Чтобы Блин Не успел Почитать что Но в принципе Уже нормально Так Теперь бомба Учебная бомба Используется Видимо камень Для тренировки Так Отойдите И бросите бомбу Весь мир Ножа Р1 Понял Ну что ж Кажется пока Получается В принципе Получается Неплохо У пацанов Там тоже Что-то вроде Как выходит Интересное Ладно Пойдем на отмеченное место Нажмите Р1 Прицелитесь В одну из кукол А тем пустите Чтобы сделать бросок Давайте попробуем Так Угу Целимся Кидаем Великолепно Вы узнали основные Сведения о сражениях При желании Вы можете продолжить Тренироваться С всемиром Чтобы закончить тренировку Просто уберите Мещ Нужно Зажав Вправо Или влево Ну-ка Подожди Достаточно Давай-ка Я тебе сначала Жопу Надеру Ау Пробуем блокировать Не получилось Не получилось Не получилось Да чтоб тебя Подкинуло Угу Отлично Пробуем уклоняться Неплохо По-моему Великолепно Просто Ау Ау Получай Получай Так Давайте попробуем Мой любимый знак Игни Блин Подожди Я его не выбрал Да получается Как тут Система немножко Упоротая Угу Великолепно Ох Неслабо Конечно Он не втащил Ну ладно В принципе Понятно В принципе Вроде как Освоили Преправление Ух ты Да ты просто зверь Цири Давай слезай Ах Вот же Дьяволенок Как вернется Посажу ее Полировать Все мечи Каэр Морхена Ты нашла Шлем? Цири Будешь Чистить Все мечи До последнего Что за Твою мать Ты сиди Я долго ждал этого Белый волк Нет Офигеть Вот это конечно Был неожиданный Поворот событий Ну понятное дело Что это был просто кошмар Что нашему герою Все это снилось Но однако Сон конечно Был явно Не из приятных Тимерия Дорога на Вазиму Май 1272 года Все в порядке Кошмар Приснился О чем Долго Рассказывать Заря еще не скоро Время есть Мне снился Каэр Морхен Все началось В комнате для гостей В Каэр Морхене Я грелся в бадье А рядом была Трис Йеннифер Забавно, да? Ее там и не было Никогда Но во сне Все было такое Настоящее И она чем-то Парила тебе мозги? Нет Тогда все точно Как на ее Мы найдем ее Потом я пошел За Цири Мы вместе Тренировались Вот были времена Маленькая Разбойница Я тренировал Детишек Которые были Быстрее Сильнее Но ни у кого Не было ее Характера Закончилось Все не слишком Хорошо Я просом Не слишком Появилась Дикая охота Они бросились На Цири А я не мог Двинуться Стоял как стол Это только сон В том-то и дело Что не только Каждый раз Когда Цири Мне снилось Что-то было не так Что-то ей угрожало Мы научили Ее защищаться И от призраков Тоже Сейчас Рассветет Пора ехать Постой Покажи-ка мне Письмо От Йеннифер Может Ты упустил Что-нибудь Ничего Я не упустил Мы должны были Встретиться В вербицах Только их Спалили До тла Остается Идти по ее следам Так что Помолчи немного И дай мне письмо Ага Пахнет сиренью И крыжовником Ты собирался Его читать А не нюхать Нам надо Встретиться Как можно Скорее В вербице Увы Зимы Там нам Больше делать Нечего Тут еще По стриптам Единорог По прежнему У меня Это она О чем Чучело Единорога Мы использовали Его пару раз В определенных Ситуациях Чего Молодежь Только не Выкупает Вернемся К делу Как думаешь Сильно Мы от Йеннифер Отстаем На 2-3 дня След свежий Только вот Ведет он На большак А там Его наверняка Уже затоптали Постой Слышишь? Слышишь Чувствую Гули Так Ну что же А вот кажется Я настоящий противник Первый Чудовище Как-то на континенте Так и на островах Скилеги Жизнь обычно суровая Тяжелая Короткая Землю Опустошает Война Те же Кому удалось Ицелеть Недко Становятся Добычей Бесчисленных Чудовищ Питающих Круг Любой Древней Или Города Над головой Чудовищ Появляется Шкала Здоровья Серебряного Цвета Означает Что с таким Противником Следует Драться Серебряным Мечом Так Игни Стоит Хорошо Убираем Игни Понеслась Минус Один Готов Второй Немножко Прижигаем Огнем Чтоб Далеко Не уходил Так А что Это он Не хочет Прижигать Видимо Время Нужно Какое-то Межнакер Нажидать Чтобы Они Восстанавливались Так Ну что Всех Мы убили Нет Он еще У Весемира Там один Остался Нет Я думал Сам Стоит Справится Нифига Подобного Ну что Давайте Поможем Немножко Нанося удары Противнику Получить Очки Адреналина Вы также Можете Получить Некоторые Умения Которые Позвали Проводить Специальные Атаки Расходующие Очки Адреналина В небо Число Очков Адреналина Начинает Постепенно Снижаться Понятно Восстановление Здоровья Чтобы Остановить Здоровье Съешьте Что-нибудь Или Помедитируйте Не менее Часа Обратите Внимание На уровня Сложности Боли Страдания И нас Медитация Не восстанавливать Здоровье Но это не про нас Пищу Можно поместить В ячейки Для эликсиров И еды В случае Необходимости Использовать Ее в бою Нажмите Вверх Или вниз Чтобы съесть Или выпить Содержимое Ячейки Таким образом Восстановить Здоровье В верхней ячейке Для еды Питья Есть немного Пищи Нажмите Вверх Чтобы съесть Ее И восстановить Часть Очков Здоровья Так А где Тища Интересуется Я пока Не очень Понимаю Ну ладно Разберемся А вот хлеб Вижу Припетулок воды Лошади Как сесть Седло Подавить Кошади Нажмите Крестик Чтобы сесть Седло Давайте сначала Покушаем Великолепно А вот и наша Лошадь Платва Ее зовут Привет Родная Я рассказывал Встретил я Как-то Чародея Который утверждал Что это Мал Исключительно Полезные Существа Так Лошадь Больше Часть Времени Ведмаки Проводят В поисках Новых Заказов Пересекая Для этого Широкие Равнины Поднимаясь На горные Перевалы И прибирающие Из болота По счастью В путешествиях Геральт Сюда Может Положиться На свою Лошадь Платву На платву Навищены Седельные Сумки В которых Геральт Может Хранить Свои Вещи Чтобы Подавать Платву Нажмите Дважды Л3 Как вы Греться Это запомнить Управляйте Лошади С помощью Непонятных Из их крови Можно Варить Эликсиры Нет Потому что Они поедая Гниющие тела Предотвращают Эпидемии Он узнал Что живых Они Тоже едят Нет И очень Из-за этого Огорчился Это Разрушило Всю его Теорию Так Ну что ж Друзья Я думаю Что на этом месте Можно Первую пилотную Серию Завершить Я думаю Что 40 минут Времени Вполне Хватит Для того Чтобы Насладиться Игрой Понять Что Прохождение Смотреть Стоит Обязательно А так же Естественно Поставить Лайк И оставить Комментарий Под видео Ну и Постараюсь В свою очередь Не затягивать С выпуском Серии Постараюсь Снимать Их побольше Правда Это не значит Но что Игра вышла В середине Моей рабочей Недели Поэтому Блин Придется Снимать Наверное После работы Упоротом Уставшим Как сегодня Например Но это Не главное Главное Что Блин Наконец Мы дождались Вот она Потрясающая Просто великолепная Игра Ведьмак 3 На эпик Тайп Спасибо вам За просмотр И до новых встреч Пока Пока Продолжение следует Субтитры создавал DimaTorzok